Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня, как всегда, новый влог. Я, как всегда, иду на работу. И сегодня не могла вам не показать. Знаете, как вышло, а в округе всё в тумане. Сейчас я сделаю камеру подальше, чтобы вам было видно. И самое, что интересно, сегодня у нас плюс 7. На термометре было плюс 7. Мелкий дождь шёл. И сегодня у нас, какое, 24 по-моему, декабря. Кстати, очень полезная штука Инстаграм. Знаете, обычно, когда собираешься на работу, там по-быстрому какую-нибудь ленту пролистываешь. И стихотворение Пушкина сегодня прочитала. Ну, стихотворясь «Стишье». И там снег выпал только в январе. То есть не только у нас сейчас такие катаклизмы с погодой. Я, честно говоря, даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. С одной стороны, конечно же, все ждут снег. И Новый год без снега. Но это вообще никак и никакие ворота. Но, с другой стороны, я очень люблю тепло и очень не люблю холод. И вот по мне вот так вот плюс 7. Вообще оптимально. Зима была бы плюс 7, плюс 8. Не знаю. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, а я сейчас покажу вам ту ситуацию, которую вижу я. Вот так вот, смотрите. Все в тумане. Вон там вдалеке вообще практически ничего не видно, где путешествие в Рождество. И очень-очень тепло. Школа сияет всеми огнями в другую сторону. Смотрите, фонари, они прям расплываются, да? В тумане. Прям я таки не знаю даже. Вот эта вот серость. Недавно же у нас какого? 23-го числа был день. День зимнего равноденствия был самый короткий день. То есть сейчас у нас совсем солнца не видим, света тоже практически не видим. Но я ни в коем случае не жалуюсь, потому что мне написали люди, которые живут... У них сейчас полярная ночь. Вот это вот вообще очень, мне кажется, сложно, когда у тебя вообще света нет. Мы хоть сколько-то часов в день его видим, а когда вообще света нет. Не знаю, привыкаешь к этому или нет. Но мне кажется, это очень тяжело. Посмотрите, какая картина. Ласточки на гнездо в тумане. Идешь так, надвигаешься, так непривычно. Люди все идут то на работу, то в школу, на улице очень оживленно. И вот это вот такая новогодняя конструкция. Все это в тумане. Заехали сегодня мы в метро по работе. Хочу показать вам цены на алкоголь. Сейчас новому году. Я так думаю, что, наверное, возьму, если на шампанское будет выгодная цена, то нужно взять шампанское уже к новому году. Так вот, мартини, литр, смотрите, сейчас даже в дьюти-фри намного дороже стоит, чем здесь. 799 рублей. Вот, допустим, просека 699 рублей. Ну, это что-то какой-то занин. Занин я не знаю. Просека. Просека вот прямо вот здесь, когда написано просека. Ну, сейчас посмотрим. А так, вот видите, тоже цена со скидкой. А вот это вообще шикарная. Цена 379 рублей. А, это белая сладкая. Белая сладкая. Сладкая я не люблю, но цена все равно хорошая. 379 рублей. Виски 519 рублей. Вот, шампанское. 549 рублей. Это как... А, мартини, кстати. Но это цена не на мартини. Так, здесь это что такое у нас? Манистер кава. Белая роза полусухого. 529 рублей. Отличная цена. Белая розовая. Оно, видимо, в ассортименте. А вот брют. А брют сколько? В общем, вот кому шампанское, если нужно, и если вы где-то рядом с вами метра есть, то хорошие цены. Потому что... Ну, может быть, в пятерочке тоже еще будут акции? Не знаю. Вот розовая, тоже сухая. 419 рублей. Кстати, просперач. Что такое? Где ж такое? Не знаю. Розата. Игристо-сухой. Но я, видите, любитель сухих. По 419. Абрау, Дюрсо. 300 рублей. Стоит тоже отличная цена. Отличная цена. Мы приехали сюда по делам, но можно как раз-таки себе еще и шампусик прикупить. Что ты, Юра, такое-то? Ты хотела купить? Я? На Новый год. Я водку вообще не пью. Ты что? Андрею ты хотела. Андрей тоже водку не пьет. Никогда в жизни не пил. Виски 1800. Бурбон плюс подарок. Так, я только единственное, что не пойму, почему у них здесь на прилавках нет как-то все по бокам вынесено. Бакарди. О, вот это, кстати, можно мужу подарить. вот такое он у меня любит. Вот. Вместе с бокальчиками здесь, да, надо сейчас какие-то праздничные упаковочки посмотреть. А, это что такое? Это бренди. Бренди тоже составите. Сейчас все со стаканами. Такие чисто подарочные упаковки. Вот здесь я даже остановилась, потому что, честно говоря, даже не пойму, что это такое. 6 тысяч. Что это такое? Не пойму, это что, коньяк или что? Что это такое? А, виски. Виски шотландские 6 тысяч. 6. 10 тысяч. Но здесь вообще упаковка пустая. Написано, что просто нужно с собой эту упаковочку взять. Представляете, за 10 тысяч выставлены спокойно здесь упаковки. Обычно все это дело прячут в такие специальные шкафы, но в метро видите, все в общем доступе. А дальше мы дошли до винотеки. Смотрите, какой мартини бутылки красивые. 879 рублей. Такие стоят. Мужу нашла здесь подарок коньяков любимый. Самый лучший. Это у нас ламбруска. Ламбруска тоже по хорошей цене 369 рублей. Это кто любит такие сладенькие. Сладенькое шампанское, сладкие вина. Ассортимент в метро очень-очень хороший. смотрит сколько тут всего. Вина. Даже не знаю, что это за винток. А сейчас я тебе сейчас эту упаковку Андрею взяла, нашла. А! Боржоми тебе не надо? Не, боржоми где? Мы поди-подички возьмем. Ну, найдешь там. Ну, мандарина, кстати, выгоднее им брать. Знаете, где? В атаке. Вот такие вот Клементус по 101 рублю. Он так вроде ничего, симпатичный. А вот эти по 49 рублей мандарина кнопка. Ну, хотя, в принципе, они, по-моему, в атаке точно так же и стоят. Но, если чисто вот так по внешнему виду, не знаю, как по вкусовым качествам, но здесь, смотрите, уже открыты вот эти все ящички. Кто-то откуда-то возьмет, перебросит сюда. Судя по цвету, видно, что здесь цвет отличается. Елочки точно так же продаются в метро. в общем, чего здесь только нет. Даже, видите, живые цветы продают. Сейчас по овощам с вами пройдемся, посмотрим. Ананас-то. Слушайте, что такое кнопка? Кнопка это фирма, что ли, такая? Ананас 69 рублей за килограмм. Сколько интересно один ананас висит сейчас. Ох, тяжелее. Какой килограмм, наверное, как минимум. Я еще не определилась совершенно, что готовить на Новый год. Груши 169, но до Нового года еще неделя. В принципе, еще овощи, фрукты рано закупать. А вот грибы свежие. Вот они, шампиньонки. Причем, что это интересно за шампиньоны? Одни темные, одни светлые. От шести упаковок 303 рубля. 169 рублей упаковка. Прям так грибов захотелось? Грибы не хотела, захотелось грибов. Что сейчас лучше замороженную или такую смесь пожарить грибочки со сметанкой вкуснятинка. Вот это так вообще красота какая. Ну-ка нужно посмотреть по ценам. Так, ягодный микс 399 рублей. Что сюда входит? клубника голубика, да? Клубника голубика малина. А, с малиной, я поняла, с малиной 499 рублей. Ну, в любом случае, это гораздо дешевле, чем я вам показывала на рынке, да, было? Так, а вот клубничка стоит 159 рублей за упаковку. Тоже хорошая цена. 159 рублей за упаковку. Но тут вместе и с малиной, со всеми делами. Даже не знаю, Ваня у меня клубнику очень любит. И, в принципе, она внешне выглядит неплохо. Главное, чтобы она еще была и вкусная, потому что, знаете, внешне одно, а на самом деле другое. а здесь еще и черника есть. Черника, наверное, голубика, да, голубика. ведро большое стоит 569 рублей, а платочка 279. В общем, я не устояла. Беру грибы, беру клубнику. И ежевика есть. Смотрите, и черешня. Черешня, кстати, помните, на рынке я вам показывала, 5000 стоит. Здесь 504 рубля, но тоже не дешево, совсем не дешево. Продукты, конечно, сейчас подорожали очень сильно. Но, смотрите, что все завалено ананасами, апельсинами, мандаринами. А на клубнику действительно хорошая цена, потому что, видите, она стоила 299 рублей, и сейчас стоит 159. А здесь черешня. А, кнопка. Слушайте, ну это только я могу. Кнопка 22. То есть, это нужно здесь взвешивать эти овощи и фрукты. И тут указана кнопка. Я думаю, что за кнопка? Хорошо, что я еще ничего весового не взяла. В общем, черешня стоит 299. Но, черешня красивая. Вот интересно, откуда они сейчас ее везут? Откуда везут, где сейчас растет черешня? рыбка. Я на Новый год буду мясо готовить. Я рыбы не любитель. Не любитель, но могу вам ценно показать, если кому-то интересно. Вдруг кто-то соберется в метро поехать, кому-то пригодится. Ну что, для праздника какую-нибудь форель берут. Форель за килограмм 499 рублей. Есть вот такая вот какая-то Армения 779 рублей. Ну, пикши, думаю, что мало кто берет. а почем у нас нынче красная рыба, интересно. Давайте посмотрим, сколько у нас стоит форель. форель 315 рублей, слабо соленая, холодного копчения 348 маленькая форель подкопченная 267 Ну что, на салат наверное можно какую-то и взять. 267 но я завтра наверное на базе лучше посмотрю, какие будут цены. Думаю, что на базе должно быть выгодней. А вот это что? Вот это масляная рыба. Масляная рыба стоит 350 рублей за упаковку. Ну вот масляную я очень люблю, она очень вкусная. Мы всегда когда в гости приходим к подруге, у нее всегда есть наличие вот эта вот мелко-мелко порезанная масляная рыба. Она безумно-безумно вкусная. Сейчас я хочу масляную взять, вот как у Наташ всегда рыба очень вкусная. Я себе взяла, хочу вам показать по времени сейчас 14.56 у нас. Посмотрите на нашу погоду. Я не знаю, у кого еще так, напишите, кто из каких городов, у кого в городе солнце, признавайтесь. где где солнце, которое раскрывается от нас тщательно. Один день, да, когда мы взяли на парк, ездили там прям буквально на часок наверное солнце выглянуло за все время. Допустим, даже в Кемерово вот друзья живут, они тут у нас морозно, солнце, снежок. Ну, а у нас вот это вот давит как-то вот с утра самого, ну, оно хотя бы тепло, ладно, это хорошо. Но вот это вот не знаю, не знаю, не знаю. В общем, как говорят, не гневите Бога, когда я смотрела Якутию вот недавно, и как в Якутии холодина такая, ну, и даже не знаешь, да, минус 30, минус 30 тоже особо не погуляешь. Вышел и сразу зашел. Я из лесу выше. В общем, хорошо там, где нас. Нет, нет, хорошо, конечно, вот кто на юге живет. На юге отлично. Сейчас вообще признали, что самый удобный для проживания Краснодар, что хорошая погода и цены невысокие и вообще по уровню жизни, что вроде как Краснодар подходит. А это мы вот с Оксаной приехали, тут по делам нам нужно 17 микрорайон у нас, новый микрорайон, который только отстроили. Тут еще не все дома заселены, то есть он сдан, микрорайон, но тут еще люди делают ремонт. вот здесь вот обещают, то есть микрорайон-то смотрите, сдали огромный, а сада и школы еще до сих пор нет. Вот это вот, конечно, большой минус, но во всяком случае обещают построить, потому что вон они, стройка идет. Прошла за Ваньком, Ваня, что-то у них раздевалка здесь, он почему-то справа откуда-то несет елку, у них украсили такой красивый в школе, но это вот я его еще сейчас забираю раньше, а еще детей еще позже на два часа забирают, как они бедные здесь целый день. Забрала Ивана с сада, хотела сказать, ну, не что-то делаешь, а? Что-то ему там выдали. В общем, мам, купила уже алкоголь на этот, на Новый год. В общем, подготовилась к Новому году уже частично. Взяла вот такое вот у нее шампанское и вино. Это мужу подарок вот такой сегодня мне, не знаю, с абрикосом какой-то, но муж все равно не смотрит. Взяла рыбку, посмотрела срок годности, в принципе, у нее до января месяца успеем съесть и не смогла пройти мимо вот этой вот масляной, потому что она безумно вкусная рыба, но, во всяком случае, мне она очень нравится. Ну, Ваня взяла какие-то эти, даже не знаю, что это, ну, в общем, какие-то вкусняшки и взяла клубнику, тоже не удержалась. А готовить сейчас буду грибы, грибы с луком. Даша, как всегда, встречает только проснувшаяся. Вот кому хорошо живется, так это Дашке. Выспалась, довольная, счастливая, все, дальше покушать нужно, да? Все. Ну, а с Ваней сейчас будем кушать. Мамулька там к нам пришла в гости. Ваня, в общем, бегом клубнику. Котлету съел, бегом клубнику. Клубнику увидел. Да пусть, лишь бы мама нормальная была. А ты сама хоть попробовала ее? Я не хочу тоже. Я, видите, себе, Андрею делаю грибы. Что-то так захотелось грибов. Взяла лук, сперва обжарила, добавила сюда, порезала грибочки, муки чуть-чуть, одну ложечку. Сейчас у меня вот это прям две минутки обжарится. Добавлю, ой, прям аж сглатываю. Сейчас я ничего не ела. Вот это вот самая большая проблема, когда ты не успеваешь поесть. И сметану. Ну, сейчас котлеты сейчас, ну, вот сейчас уже доделаю, макароны. Мама прикрывала. Я тебя не снимаю, мама у нас без макияжа, без всего. Не хочет сниматься. Вкусная, Вань, клубника? Ладно, сейчас наливаю мамульке чай. А ты, Ваня, будешь чай? Мне не надо, Лена. А почему ты не хочешь? Будешь? Ну, давайте с Ваней за компанией. И тут Даша еще ходит у меня в очереди на еду. Давайте все в порядке очереди. Первый Ваня, сейчас Даша, потом мама будет. Вот такая вот вкусняшка у меня вкусная получилась. Прям аж жду, не дождусь. Знаете как? Вот когда бывает какой-то продукт, очень-очень сильно хочется. Уже сто лет в обед не ела эти грибы. Прям сегодня увидела, не могу. Сейчас с котлетой как раз сам эту... Мам, ты будешь грибочки? Нет. А мужу с макаронами. У меня любитель макарон. Все, наконец-то можно съесть за стол, наконец-то. Ваня протестировал. Ваня, вкусные эти? А я сейчас грибочки протестирую. Ну что, пробуем. Самое быстрое блюдо 10 минут. 10 минут с луком. Чеснок не добавляла. А ты отварила у них сначала? Зачем? 10 минут. То есть 2 минуты лук, потом обжариваешь. В лук добавляешь 1 ложку муки без горки, но я добавляю. Дальше добавляю порезанные туда грибы. Потом тоже где-то минуты 3 обжариваются сметану и еще минут 5. В общем, все в целом где-то минут 10-12. смотри. И получается в соусе, да, получается безумно вкусно, особенно соус. Такой очень-очень быстрый, простой ужин. Отварили макароны, отварили, в смысле пожарили, потушили вот эти вот грибы, и вся семья довольна. Он вдруг решил вот рвануть на себе тень и набрался возраста и сообщил аж на целый Зурин от Сен-Зурина телевидения. Про Галкина. Мы начали отвинчить голову, закрывать концерты. Телеведущего и юмориста Максима Галкина внезапно записали в ряды оппозиционеров. Максим Галкин выступал с концертом в Новосибирске и хорошенько прошелся потому, что у нас называется телевидение. Максим Галкин. Все про него читают. А я даже ничего не слышала. Ты слышала про это, что я не слышала? А что, это недавно, сказал что-то? Да. Может быть, его в шутку иронично сравнивали? Что? Она доела уже. Все. А это что? Это... А, ну там что-то, по-моему, какая-то старая запись, я слышала. Его... пошла везде в интернете, набрала свой ход. В общем, включили сейчас эту передачу о поговорить. Сейчас с мамой будем слушать. Знаете, приближается праздник, Новый год называется «Все ближе». А сегодня слушала передачу по радио и, ну, на серебряном дожде, но это в записи было, что сейчас очень много людей жалуются, что нет абсолютно новогоднего настроения, что новогоднего настроения все меньше и меньше и что люди апатичнее относятся к тому, что предстоит вот в будущем. То есть, если раньше, знаете, какие-то такие розовые мечты, надежды были, то сейчас каждый второй практически, который звонит на радио, испытывает стресс. И я хочу сказать, что для нас этот год тоже был очень тяжелый. Вот не зря говорят, год свиньи не очень. Для нас, для нашей семьи, для нашего бизнеса было прям как-то все. то есть, я как-то вот вижу, что, во-первых, доход у населения очень-очень сильно снижается. То есть, количество магазинов возрастает, очень большое количество магазинов, а покупательская способность у людей падает, потому что зарплаты не высокие. Ну, я не беру центр, да, в расчет. То есть, понятно, что в центре, там, где офисы, где высокие заработные платы, там, как бы оно как было, так и есть. А вот такие удаленные спальные районы Москвы, где люди, в основном, там добираются, да, ездят на работу куда-то там далеко. у многих жилье в ипотеке, у многих в кредитах, и очень часто сейчас бывает такая ситуация, когда человек приходит на кассу, расплачивается карта, и на карте нет денег. То есть, не хватает, даже люди не знают, просто элементарно, сколько денег на карте, и хватит им на покупку или не хватит. И выгребают, знаете, кто мелочь, кто что, то есть, реально не хватает денег. И это не разовый, не единичный случай, а вот зачастую очень-очень часто встречающийся. То есть, вот как-то очень-очень плачевно это наблюдать. И вот давайте, знаете, что поделимся с вами в комментариях, кто что ждет от Нового года, вот как вы идете в следующий, в 2020 год, что вы от него ожидаете. Надеетесь на улучшение, экономическое улучшение, улучшение в нашей стране, или думаете, что будет еще хуже. Как-то вот нам папа год назад говорил, что приближается кризис, и что будет как-то ухудшаться состояние у людей, материальное благосостояние. А мы такие с Оксаной еще над ним посмеялись, говорим, пап, ты все время там сгущаешь краски, и что как бы вот кризис, он сейчас кризис, и ничего не должно измениться. И даже когда мы еще с мужем покупали вот эту квартиру, мы продавали нашу двухкомнатную, покупали в Москве, которая была, покупали вот эту, и разговаривали с риэлтором, и я все время, знаете, вот переживала, что мы продадим ту, и не сможем купить вот эту квартиру, потому что, думаю, вырастут внезапно цены. И мне тогда риэлтор говорила, что Лена, никаких поводов для паники нет, наоборот, цены будут на квартиры падать. И вот прошел всего лишь год с того момента, а цены наоборот на квартиры очень сильно выросли. То есть, как мне тогда говорила риэлтор, то есть как бы нет никаких предпосылок для экономического роста, у людей нет денег, и типа, наоборот, будут только снижаться цены. А цены не снижаются, цены только растут. Я все-таки надеюсь на лучшее. Как оно будет, не знаю. Думаю, знаете что, сделать стрим и обсудить какую-нибудь интересную тему. Если у вас есть какая-то такая тема, то накидайте какие-нибудь такие вопросики, которые мы вместе с вами обсудим. Ну, а на сегодня у нас это все. Вот такой вот у меня был влог. Как всегда, в любом случае, всем желаю здоровья, добра и позитива. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Поговорим за жизнь Без трёпа, без пустого Есть повод у друзей Честное слово Поговорим за жизнь Без трёпа, без пустого Есть повод у друзей Честное слово Расскажи о себе Эта жизнь не кино И не важно, кто выйдет героем Сцены жизни своей Как картинки из снов Иногда не дают нам покоя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин